Если желаю ищи за эти экзамены на этой неделе, как было объявлено заразе. Дальше варианты допустимы либо в четверг, либо в пятницу в первой половине дня. Четверг это какое у нас? 28-е? Да, значит, на вскидку есть энтузиаз. Я еще знаю других, которых сегодня нет. Значит, тогда мы попробуем, у нас там что-то с сайтом висит и так далее. Значит, желающий ждать экзамен, если получится мы сделаем окно регистрации на сайте. Если не получится, то сделаем это в режиме просто опроса имейлов. То есть мне нужно получить эту информацию, самое позднее, завтра, например. Значит, завтра, к началу лекции я хотел бы знать всех желающих сдавать экзамен. Значит, мы будем устроить экзамен так же, как в прошлый раз. Каждый, желающий сдавать экзамен, получит задание подготовить. Придет и просто расскажет подготовление. Ну, только не надо думать, что это просто. Да, значит, это и будет что-нибудь довольно серьезное. Я сразу предупреждаю. Экзамен будет суровый. А, ну да, главное на хвэ. Теперь, значит, по поводу материалов, о том, чего я читал, значит, я уже говорил, что где-то на сайте лежит мой учебник. Часть из того, что я рассказывал, там есть. Первые, я думаю, две лекции небольшие. Начиная с третьей лекции, материал доступен только в моих статьях. Они все доступны, но это чтение такое advanced, продвинутое. То есть моя цель этих лекций как раз немножко раскрыть, ну, как сказать, кухню. Кухню, которая за этими результатами стоит. Потому что, когда человек на эти теоремы абстракции смотрит, то они в лучшем случае намоют мистический ужас. А в лучшем случае я даже не затрудняюсь квалифицировать. Вот, а я пытаюсь объяснить, что ничего такого мистического страшного нет, но тягомотина, где-то и есть, да. Но, к счастью, есть и красивая идея. Да, значит, то есть еще раз, значит, заявки, заявки до... Завтра у нас будет 26. Второе. Владимир Владимирович, вы почти лично показали? Я в темне лично примыл. Если не будет окна регистрации, если будет окно, то мы облили. А если не будет, то мне лично примыл. Ну, кто хочет меня найти, то меня найдет легко. Я и не прячусь. Да. И в том числе мой email. Так. Значит, все. Тогда это организационная часть. И теперь у нас осталось две лекции. Значит, сегодня я попробую рассказать кое-что из того, что я начал, кухню, и попробую проиллюстрировать это на одном модельном примере. Потому что иначе это все очень абстрактно. Я хочу. Но... На следующей лекции завтра я попробую рассказать, куда можно отсюда двигаться. То есть какие можно решать дальше задачи и так далее. Значит, я скажу пару слов по поводу того, где я остановился в прошлый раз. То есть я начал рассказывать про generic chaining. Ну, я повторять не буду, потому что времени в обрез. И есть другие очень важные темы. Но я поэтому начну более-менее там, где я остановился. Значит, я хочу вам сказать про геренцин гердер. Да. Как оно там используется? Это буквально, как всегда, пара строчек. То есть у нас... То есть мы хотели убить вот такой супремум какого-то процесса. Мы хотели убить. И то, что мы делали, метод, который этот генерик ченник связан был с тем, что... что вместо супремум рассматриваются множественные интегралы. И это расписывается как меньше или равно некая сумма. Да. А тут стоит... То есть Пи... Я даже не объясняю, не повторяю, что тут написано. А тут сумма поднимется. То есть вот есть такой крюк, который позволяет вот этот супремум переписать как сумму. А каждый член из этого, это есть в применении двойного интеграла, его можно ограничить вот такой суммой и на четвертый грамм можно записать галом. Я следую обозначениям, которые есть у меня в статье. Я объясняю, потому что иначе это будет очень долго. То есть вот... Вот каждый из этих членов здесь ограничивается некой случайной величиной косикатора. И это неравенство невероятностное, но точное. То есть в данном случае это верно для любой функции вообще. То есть Сиди. Сиди, да. Спасибо. Ну вообще... Ладно, будет. Спасибо. Вот. Интересная вещь теперь... А теперь я хочу применить неравенство Гердера. Я в прошлый раз слишком поверхностно это рассказал. Значит, вот я теперь хочу сделать такую вещь. Я хочу оценить логарифт. Теперь у меня У будет случайный процесс, мат ожидания, а тут я напишу экспонент. Вот в большей букварели всегда делается такой филипп, логарифм от ожидания экспонентов. А тут я напишу вот эту цифру. в таком виде, теперь я напишу вот эту сумму. Сиди со звездой. Ну я теперь сделаю такую вещь. Я это угножу на какие-то коэффициенты ци и поделюсь. Эти коэффициенты ци, они будут у меня раз... Бежать к нулю. То есть умножили разделить? Я умножил и разделил, да. На самом деле они будут лежать в бесконечности, да. Ну вот, а теперь я хочу применить неравенство Гёлья. Значит, вот кто мне скажет, почему это неравенство Гёлья сразу, тот считает полуэкзамена, да. Значит, мы все равно чем сумму все карты, он говорит... Ну, у меня в статье я наоборот. Он кидел, умножался, как и бежал к нулю. Лучше было... Ну, вот как, значит, неравенство Гёлья получается, неравенство Гёлья. ну вот вам всем значит ну естественно тут требуется что нацепить дополнительную вот вам домашнее задание проверить что это не равенство джоги может кто-то придумал уже что это не хорошо значит теперь как с этим работает на сейчас его посмотрите сюда на самом деле из-за того что написано с и ты именно с и минус 1 это означает что это рассматривается посредине по маленьким шарикам рассматривается пара точек которые находятся друг от друга в этом интеграле рассматриваются только точки V и V' такие что между ними дистанция V' меньше или равно радиуса этого шарика R'I'T который есть как 0 на 20 и минус I' то есть радиус этой от I' ты выбывает то есть когда мы берем вот такие операторы это означает что мы оперируем с парами точек которые между собой находятся на расстоянии близко вот на таком расстоянии а дальше мы используем наши условия которые говорят что мы отодвигаем это B' В' делить на D' вот эта штучка эта еще лямбов стоит на теплогарифм это меньше или равно лямбе квадратика R'I' ну там еще какая-то концанта я даже не буду это писать То есть, вот это D, это будет вот это вот, это у нас будет циит. Такого порядка. Вот если мы такие цииты подставим сюда, то есть вот эти цииты имеют вот такой порядок D в 1 в 3. То есть вот эти вот моменты по этому условию будут ограничены константой. Нет, фары. Значит, вот этот интеграл, вот это вот два соседних интегратора, это два оператора интегрируют. Но они, если их развернуть, то они оперируют. Оперируют с точками, которыми их с собой направлено. То есть я напомню. СУ, СИТ, вот, наверное, интеграл. Что-то такое. ДИ, КУ, О, Б, БИТ. Какое? Это три. То есть мы, каждый оператор S, это некое усреднение по маленькому шарику. И когда мы вот рассматриваем такую пару операторов, это означает, что мы сравниваем пару точек, которые находятся в кубе, близко друг от друга. То есть я специально говорю только о очень поверхностной идее, аккуратные доказательства снимает три страницы, но чтобы его аккуратно доказать, я пробовал в Берлине, мне потребовало целую лекцию. И никто ничего не понял. Поэтому я рассказываю только ключевые моменты. Вот такое, так сказать, штрихи даю, как это делается. То есть принципиальный момент, вот из этого условия, его если хитро проинтегрируют, то можно супремо размазать и применить это неравенство. И тогда получается, что каждый член вот этой суммы, двойного усреднения, ограничен чем-то, что имеет экспоненциальный момент. Ну и тут за счет звездочки умножается еще на некую энтропию вылезаете. Здесь еще вылезает алгоритм Мката. Мката это будет плата за то, что мы две точки размазываем по пространству. Маленькие шарики. Мы рассматриваем, сколько маленьких шариков нужно, чтобы покрыть все пространство. То есть Мката, я по-моему писал, что такое. Митер такое, прошу пространство. Митер это мера всего множества делить на меру маленьких шариков. Вот. И таким способом в ответе вылезает энтропия. То есть это вот то, что я вам рассказал буквально за 5 минут. Это полный, если полностью это раскручивать, это вот продвинутая версия теоремы Чейнинга, которая самая модная теорема в теоретических процессах. Если я правильно помню, в прошлом году Голубев расставил целую версию про этот Чейнинг. Это намного более продвинутая версия. Поэтому я только, так сказать, мазком набросил, как это делается. Но я хочу сказать, что тот, кто от кандидатов на индивидуационный вопрос, это разобраться в этой теории. Кто справится, имеет хороший шанс. Да, значит, то есть в принципе, в принципе, идея, 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 тут некоторое количество идей, но самые красивые идеи связаны вот с этим шагом. Это придумал не я, но я очень завидую тому, кто это придумал. То есть когда вот это вот последовательное усреднение применяется много раз. Ну и вот это называется G-E-X-7. Хорошо, значит, на этом я эту часть заканчиваю, потому что у нас еще есть много красивых вещей, которые я хотел сегодня рассказать, как о гречи в этой теории теоретических процессах. Ну вот. Значит, сейчас я тогда напомню, что из этого съедут. Значит, ту фиорему, я рассказал, как доказывают, а теперь я расскажу, как тот, что я доказал, в использовании. Теорема, про которую я сейчас рассказывал, она звучит таким образом. Итак, у нас есть теорема, я повторяю с вашего обречения. Если у нас есть условие звездочка, которое там написано, то если мы берем в алгоритм на то же данные эксперименты от супремума по точкам из шарика в алгоритм это будет на 3 в 1 3 Дальше мне нужно у от в минус у не 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 выглазается У от В минус У от В ноль скобка закрывается значит В ноль это шарик радиуса А в ноль в точке В ноль вот в этой метрике все как написано, все правильно вот это вот меньше или равно чем лямбда квадрат пополам вот теория а лямбда где лямбда, то есть лямбда значит а Q это энтропия значит 20 кг и 90 кг значит да значит ну такого типа теоремы такого типа теоремы значит ну вот единственное может быть я это дополню хотя я в прошлый раз это говорил что такой шарик значит это шарик вот в этой метрике который соответствует это называется интринсинг силометри это множество точек В точечка 2 0,0 меньше или равно р 0 если мы берем супре по шарику то если мы для для вот этой разницы имеем экспоненциальный момент вот как он написан за экспоненциальный момент вот от этой мы платим лямбда квадрат пополам за если бы тут не было супремума если бы не было супремума то тогда мы из условия звездочки получили бы просто лямбда квадрат а теперь это лямбда квадрат поскольку это логарифм на самом деле умножается на е в степени энтропии это наша плата за то что мы берем супремум то есть энтропия прибавляется к потенциальному моменту как плата за эту супремум и то что мы наблюдаем здесь чем чем больше вот эта плата которую мы здесь добавляем она пропорциональна радиусу шарика то есть энтропия при этом не меняется но не плата я прошу прощения вот это вот неравенство оно оно все время здесь вот этот супремум может быть я его так подпишу давайте лямбда вот тут надо поделить на радиус и тогда и тогда чем больше радиус понятно что что все растет то есть вот вот этот вот неравенство оно точности соответствует то есть R0 это типичное расстояние внутри шарика мы должны на него поделить тогда по этому условию получается гамбда квадрат пополам а энтропия это то что мы платим на супра это вот общая общая форма неравенства неравенства если в теоретическом процессе а вот R0 справа себе на энтропию R0 нет в энтропии нет R0 сокращает а R0 никуда не входит ну говно ну не говно ну вообще говоря никуда не входит то есть в том случае значит есть так называемый гладкий случай как пример у него вообще никуда не входит то есть значит typical case typical case это значит я его называю smooth значит G4 это G4 G4 G5 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 g1 g5 И тогда, в этом случае, а значит, если возьмём Пи-Лебега-Меру-Лебега, то тогда Пи равно константа умножить на размерных пространств. То есть энтропия только зависит от геометрии пространства, заданной этой метрикой D. Это такая интересная вещь, очень общая. И это типичная, ну, в теории эмпирических процессов, разве что вместо вот таких лопатистенциальных моментов берут более общие двойственные функции. А так это более-менее одно из самых общих результатов в теории эмпирических процессов. И всегда вылезает энтропия. Значит, энтропия можно ассоциировать в нашем понимании статистическом с размерностью пространства параметра, на которой мы всё рассмотрим. Почему примерно константу нам нужно считать? Да. Я считал константу. Значит, она типично равна 2. Размерностью больше 2. В размерности 2, по-моему, 2 и 7. В размерности 1. Это же объём примерного шара. Это, как бы, абсолютно неизвестная величина. Там, кстати, эффекты и так далее. Мне кажется, что константа, она, во-первых, будет постоянной, не даёт самоказная ручка. Во-вторых, она считается. Значит, ещё раз говорю. Энтропия пропорционально, легко посчитать, что она пропорциональная размерность. Вот это и это. В константу вылезает уже, ну, там есть разные формулы. Значит, это не классическая энтропия. У меня чуть-чуть модифицированное определение. В моей формуле константа равна 2. Хорошо? То есть в том определении, которое это, всё точно считается. Я полностью с вами согласен. Всё можно посчитать до этого. Ну, вот, двойка – это оценка сверху, это не точно ничего. Хорошо. Значит, теперь следующий вопрос. Ну, следующая тема, которая очень важна. Теперь я хочу поговорить о квадратичных барьерах. Это, на самом деле, очень важная тематика. Вообще барьер. Мы до барьеров найдём. Барьерные функции. Начнём с квадратичных барьеров. Значит, это называется. квадратичных барьеров. Ну, значит, что такое вот этот процесс У, с которым мы оперируем? То есть, надо мыслить себе, значит, квадратичных барьеров. Ну, это вот как сумма некая. То есть, вот этот процесс, он себя ведёт, ну, вот примерно… То есть, если он по V-гладке, то есть, если одномерно нарисовать, он начинается с нуля и начинает расти. Вот по этой формуле, которую мы там увидели, он линейно растёт. Чем дальше расстояние, то есть, у него магнитуда пропорциональная расстояние от центра. То есть, чем больше мы берём окрестность, тем больше будет супремум. И это плохо для статистических приложений. То есть, эта граница, она всё время… Чем больше мы берём шарик, по которому мы берём максимум, тем хуже. То есть, вот этот… Вот этот, он так себя ведёт, то есть, супремум. Вот, давай, я не знаю, сколько. Ну, он по порядку себя ведёт, как R0. Вот, по множеству. Если мы берём шарик радиуса R0, то супремум себя ведёт примерно как радиус. Чуть-чуть больше. Сейчас диазер-функция эта разрёдная, может быть, не зачастую? Супремум? Что вы изобразили? Ну, я изобразил… Попытался изобразить броновское движение. Но не очень удачно получилось. Он может идти вверх, может идти вниз. Как функция от V. Это случайный процесс. То есть, это, так сказать, превращение броновского процесса. Типично. То есть, как это выглядит на картине так важно, и вот из этой теоремы просто понятно, что вот такие радиусы себя ведут при этом условии, они себя ведут как радиус. Вот. А если мы хотим… Теперь мы хотим некий случайный процесс подавить на корню, на большом носе. Это нам понадобится для наших фокастических приложений. Вот как это можно сделать? Для этого использовать техника негативного сноса, и по-другому это называется барьерная функция. Вот. Значит, я формулирую теорему, а потом буквально коротко прокомментирую. Теорема 2. Значит, эта теорема такая. Ну, значит, опять же мы предполагаем то же самое условие. Пусть у нас есть условие звездочки, на шарике радиус R со звездой вокруг точки В. Теперь R со звездой будет большое, и я не хочу, чтобы в мою границу входила эта R со звездой. Я хочу равномерную границу на всем пространстве. Т.е. я хочу посчитать вот такую вещь. Полку состоит в следующем. Мы вычтем из этого квадратичный снос. И вот так вот не получается. Полку состоит в следующем. Мы вычтем из этого квадратичный снос. РО пополам Д квадрат ВВН. Ну, значит, как это выглядит на картинке, с вашего произведения? Мои графические возможности очень лимитированы. Значит, то есть вот магнитуда процесса, она растет линейно, да? А мы теперь на эту линейную вот такую квадратичную снос наложим. Что-то мы читаем, что растет квадратично. Понятно, что вот в этой зоне, вот в этой зоне, это случайно, а это детерминированный. Это центрированный процесс у нас будет, а это детерминированный снос. Квадратично. То есть мы потянем его квадратично вниз. И будем смотреть максимум. То есть, что означает, что вот это событие, просто так подумать. Вот это, мы хотим посмотреть событие, что это больше z. Что это означает? Вот проведем здесь вот такую полосу z. И нужно, чтобы вот этот процесс, минус вот этот снос, был выше этого уровня. Понятно, что если мы далеко отошли от центральной точки, то вот флупации процесса, они конечно растут, но снос растет быстрее. То есть снос нас утянет вниз. Да, вниз. И поэтому супрам этот может набежать только в той зоне, где квадратичный снос не очень сильный. Поэтому мы можем взять, кажется, звездой каким угодно, все равно эффективно он будет супрам браться только в той зоне, где у нас квадратичный снос такого же порядка, что линейных вактуаций. Вот, значит, теорема такая. Если мы возьмем такую... Я тут, значит, тут я должен поделить вот это вот ваше удовлетворение на крючке. Ну, это можно было не делать опять, потому что трог. Ну ладно, я напишу так, как у меня написано, а то я запутлю. Вот. И напишу здесь логарифм и вероятность того, что это больше, больше, чем взять. То тогда оказывается, что это меньше или равно, чем минус рона z минус 1 плюс логарифм 4 z и плюс энтропия . Вот такой замечательный результат. Значит, что тут написано? Если мы возьмем супремум того, что вот эта вероятность вывалится за уровень z, то эта вероятность, на самом деле, если забыть про логарифм, бывает экспоренциально по z. Вот это одна из версий принципа концентрации патолограмм. В каком-то смысле. То есть, откуда такие вещи берутся. То есть, если у процесса есть негативный снос, то у него есть такое, что его супремум вываливается за уровень только со специально маленькой вероятностью. И вот эта правая часть, обратите внимание, она совершенно не зависит от r-с и звезда. r-с и звезда вообще не по никакой. То есть, тут есть, ну вот про это можно забыть, ρ можно взять единички, и получается e в степени минус z плюс q. То есть, мы платим за супремум энтропию, а дальше она себя ведет как e в степени минус. То есть, в принципе, мы должны взять, в принципе, то есть, нужно взять здесь. То есть, теперь мы можем построить барьер. Да, вот для этого процесса. То есть, вот берем эту точку, вот проводим. Здесь z берем, q плюс x. Да? Когда вот этот процесс, наш процесс, сдвинутый вниз, вывалится за этот уровень только с вероятностью е в степени минус x по этой форме. Правильно? Это понятно? То есть, если ром равна единичке, забыли про это временно, мы на уровень q подняли, q сократилось, и получилось е в степени минус x. То есть, если это равно q плюс x, ну вот так, примерно. 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 То есть, получается у нас, поскольку тут логарифм стоит, то мы получаем вероятность в порядке е в степени минуса. Это вот такие, так называемые, в страховой математике, это самый популярный метод получения так называемых руинных вероятностей. То есть, обычно, все эти вероятности вычисляют, они маленькие, и они должны быть очень маленькие. И они оцениваются вот таким ровным способом. Значит, как это теорема доказывается, ну, это... А, скажем вопрос сначала. А если, допустим, вычитание галактичного функции, а кто-то меньше? Значит... Можно ли показать, потом следующие? Значит, значит, мы сейчас до этого дойдем, когда я буду говорить про upper function. Это ровно этот вопрос. Значит, сначала я написал квадратик, а потом будет другая. Да? Но, в принципе, это ничего не меняет, и совершенно понятно, вот из этой предыдущей теоремы, что можно взять любой снос, который между линейным и квадратичным. То есть, этот снос, детерминированный, должен преодолеть вот эти случайные флуктуации. Он должен сильнее внестины. Тогда у нас автоматически получится, что супремум убивается там, где снос не слишком большой. Ну, значит, а идея, доказательство, она называется... На все есть, что в этой теории красиво, на все есть красивые слова. Значит, это называется либо slicing, либо пилом. Есть разные слова, которые близко посмотрят, которые относятся к этим. И идея состоит в том, что что все делится на слои, слайс. Берется вот такая последовательность концентрических кругов разного радиуса. тут берется R1, R2, R3. Обычно их берут просто шаровую глиночку. На каждом шарике, вот на этом пространстве, на каждом слое, у нас вот на этом слое, вот это расстояние, это, это слои в этой в этой семиметрике, D. Значит, это точка V0, это точка V. Значит, вот это расстояние, чему, ребята, равно? Если мы находимся на слое R2. Значит, это расстояние будет V0 будет больше равно R2. Да? Давайте это напишем. R2 меньше да равно R3. Правильно? Да, плохо точку выбрал. Это хорошо, что вы отслеживаете. Да? Будем считать, что я специально ошибся, чтобы вас проверить. Да? Значит, и так вот делаем. То есть, на каждом слое что у нас получается? Снос имеет порядок R-катого, на катом слое. Да? На катом слое снос более-менее понятно, чем ураль. А дальше мы можем просто посчитать супрему по этому шарику, по той формуле, которая, которая у нас есть. По первой тяги. то есть, когда мы вот эту разницу берем, мы берем просто супремум по B-катому, например, это шарик радиус R-катом. Тут будет U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. То, что происходит вот с этим агрегатом, на шарике B-катой, мы можем это написать таким, то есть, кто-то плохо написал, супремум B-катой минус B-k-1. На слое. Наберем не на шарики, а на слое. Тогда дрифт у нас становится вот таким, а этот супремум, его можно написать меньше и равно чем супремум по всему шарику B-катой, вот эта разница. Минус R-катой квадрат, R-катой квадрат. Правильно? Ну а дальше этот, с этим супремум мы умеем работать, он по порядку R-катой. Да? Это мы знаем. С точностью диэнтропии, которая везде меня подавляет. Тут R-катой, а тут вычитается R-катой квадрат по полу. Ну и дальше понимаешь, что там на больших H, когда K большой, это там супремум уже не набегает. Поскольку снос большой, он тянет нас в нуль, и эта вероятность становится очень маленькой, что это H-катой 2. Вот это вот такая идея. А как делается квадратичность? Ну и из этой же идеи совершенно понятно, что тут можно R-катой квадрат заменить на любую функцию, которая быстрее линейно растет. Потому что вот этот член растет линейно в экспонциальном моменте, а этот растет быстрее, чем линейно. И так далее. Значит, теперь, теперь я объясню, значит, как устроим мир, статистически. А потом мы перейдем к примеру. Я последнюю, последнюю вещь объясняю, так сказать, нет, предпоследнюю. Предпоследнюю еще две. Осталось вам недолго мучиться. Итак, значит, смотрите, как устроен мир. Теперь мы возвращаемся к статистической задаче. У нас есть L-тета, и L-тета с волной — это обмаз L-тета. Это вот то, что мы имеем. Теперь, как мы с этим работаем? На самом деле, значит, мир делится на, на самом деле, на две части. Значит, теперь мы делаем... Значит, вот у нас есть точка C с звездой. Значит, мы определяем некоторую окрестность этой точки. Эту окрестность мы назовем ТТ0. Которая, как, значит, ТТ0, еще она пишется у меня ТТ0, АК0. КР0 — это некий радиус, который мы чуть пользуемся. Но вот жизнь устроена по-разному вокруг, внутри и снаружи. Сначала я объясню, что происходит снаружи. Эта вещь называется... То есть супремом разбивается на две части. Один берется супремом по маленькой алкальной окрестности, и супремом берется по дополнению. Вот то, что по дополнению, это называется ТТ0. 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 Не принадлежит ТТ0. Но дополнение. То есть что мы хотим сказать? Что это означает, что вероят, на самом деле, меня интересует вот такая вероятность, что ТТ не принадлежит ТТ0. ТТ0. Вот я теперь пишу некоторые неравенства. ТТ0. 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 Итак, я говорю следующее, что вероятность того, что θ0 вывалится из множества θ0 можно ограничить вероятностью того, что максимум вот этого процесса разности вымаливается за 0 на дополнение этого множества. Какие есть мнения? Ну, на всякий случай, чтобы не было этих, я напомню, это просто разница. Итак, какие мнения? Почему? Не понял, но не исключено, что есть здравая мысль. Так, никто не хочет, давайте экзамен. Так. Выполнено у стороннего разница, что θ0 больше θ0, чем θ0. Даже больше, да. Правильно, вот, Алексей, очень разумно мысль сказал. Он, наверное, кандидат. θ0 со звездой как один возможный кандидат. Да. То есть, этот кандидат лежит внутри. Чтобы максимум лежал снаружи, нужно, чтобы было больше любого кандидата. да? Правильно? Да. То есть, θ0 со звездой, то есть, это то, что написано, l от θ0 минус l от θ0 звездой. То есть, супремум снаружи должен быть больше, чем супремум снутри. Потому что тогда должно быть больше, чем значение в центральной точке. Правильно? Вот. Ну вот. А это означает следующее. Сейчас мы увидим здесь upper function метод. То есть, в общем виде upper function формулируется следующим образом. Вот такая функция. Сейчас попробую изобразить. У. Такой приборный отвод. В. У. 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 Значит, если вероятность того, что супремум l θ0. дополнительной współ. И это дополнительная цепь. Значит, вероятность меньше доравна, 1000 степен. минус x. Я напоминаю, мы когда-то договорились, что x у нас фиксировано, e в степени минус x то, что мы игнорируем. То есть это u на самом деле от x зависит. Вот мы говорим, то есть вот этот процесс плюс вот эта штука не вываливается за ноль. Никогда, более-менее. Это тогда это оправданно. То есть мы прагматическим языком можем это переписать следующим образом, что r, θ, θ с гвездой, вот эта разница меньше или равно, чем e в степени, чем e в поле. Просто вот это. И вот это с однако-менее. Двуз доминирующей вероятны. Это вот то, что этим постулируется. Да? Вот. Ну и вот из этой леммы, которую я сказал, из этого простого утверждения, на самом деле достаточно по квази-максимум-лайк-рекундер, а-а-а-лайк-дивиэйшн. Достаточно проверить... Вот это просто равно и нулю. То есть если процесс максимум правдоподобия не вываливается за ноль, это уже хватает. Ну вот если мы занимаемся более сильными вещами, теорием, где Штейн, Фун, Лиз, тут есть, вы же знали, они знают, что этого не хватает, там чуть-чуть больше. Вот. Ну а откуда берётся upper-function, сейчас я объясню, откуда берётся upper-function, и какое-то имеет отношение к квадратичному барьеру. Это понятно? То есть то, что тут написано, вот тут надо, чтобы он за ноль не вываливался, а тут он не вываливается просто за какую-то функцию у. Вот. На самом деле, для наших целей достаточно, чтобы У было равну нулю. Ну а как это делается? Я напоминаю, что L, L, T, 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 G равно, Z, T, 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 G, это стокастическая часть, плюс мат ожидания. Так вот, значит, вот мат ожидания L, T, 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 G, звезды меньше не равно 0,0 любого текста. Кто мне скажет почему? Да, по определению текста звезды. Потому что текста звезды точка максимума отверждения. Да? Значит, у нас что, смотрите, что у нас получается. Очень простая вещь. Простая, как грабля. Значит, у нас есть вот это, вот то, что мы пытаемся убить, сахастическая часть ватри, которая болтается. И есть его систематическая часть. Систематическая часть она станет вниз. Потому что это... Ну, в принципе, чем дальше мы от точки максимума, тем логичнее предположить вот это вот, то, что написано, вот это, это на самом деле то, что называется призба кляймера. При параметрической мере между текста звездой и т. Чем дальше t от истинной точки, тем это только с минусом. Чем дальше мы от точки, тем больше эта вещь. То есть, в принципе, вот эта штука растет. Это вот growth, значит, вот этот кубов growth width, это минус, это т. Чем дальше мы отходим от точки максимума, тем больше у нас вот эта информационная систематическая компонента. А эта тоже собака растет. Стокастическая часть. Ну, вот то, что мы раньше узнали, что стокастическая часть, если ее в правильную метрику выделить, то она растет линейно. И то, что нам нужно, чтобы вот это вот росло, а кульбак растет, ну, иногда квадратично. Иногда, правда, хуже, но чаще квадратично. Вот получается вот эта идея. То есть, на самом деле, то, что нам достаточно, значит, usual behavior. Значит, z это стокастическая часть, в порядке. Ну, я не знаю, как это. Я напишу заведомо, значит, вот так вот, d, b, соответственно, то есть нашему псевдометрике. А вот этот самый матожидание, минус матожидание, как g квадрат. И у нас получается ровно та самая теорема, которая вам показывает. Что вот эта вот сумма, это как бы процесс минус квадратичный пеналли. И когда мы берем супремум, то, то вот этот вот, весь этот супремум оказывается, на самом деле, с большой вероятностью под барьерной функцией, под нулем, и мы можем, и мы можем его проигнорировать. То есть, вот этими методами можно доказать, вот этой техникой, которую я здесь нарисовал, можно доказать, что оценка, на самом деле, концентрируется в зоне третьего. То есть, мы это немножко еще обсудим сегодня, если времени хватит, как эта область конкретно выглядит в специальном случае. Но это вот общее правило. То есть, на самом деле, и вот этот вот радиус, то, что мы только что выяснили, на самом деле, обычно ТТ0 это, этот ТТ0, сейчас я вам объясню, что такое, это ТТ0 это 0, это вот просто шарик радиуса ТТ0, вокруг точки капицы, в той самой семиметке, которую мы объясняли, и вот это R0, R0 в квадрате имеет порядок ТТ0. А что такое? Дополнение. Дополнение. А е степень А если минус x, то, что мы объявили, похоже на 0. То есть x фиксировано, это такой у нас convention, гимминейтинг проводительности. Да? То есть вот так устроен мер. То есть мы возьмем 5 и 0. Вот если у нас вот эти две условия выполнены, то мы попадаем в зону действия предыдущей теоремы. Мы знаем, что если мы возьмем вот такой вот R0, такого порядка, то уже процесс за барьеры, за негативную снос вываливаться не будет. Это вот как обрабатывается вот эта вот вероятность того, что случайная величина не попадет в локальную округу. То есть тут действуют довольно грубые методы. Вне локальной округистики. Теперь я объясню пару слов, что происходит внутри окрестностей. Там все оказывается еще интереснее. То есть в принципе, сейчас может быть маленький комментарий к этому. Значит вот в классической асимптоматической статистике в принципе есть два типичных метода. Один связан, когда вот этот метод пытаются применить на всем пространстве, и тогда это очень грубо. Это обычно делается вне параметра. Когда у нас пространство большой размерности, или функциональное пространство, обычно применяется вот этот метод. В классической параметрической статистике применяются методы, основанные на разгложении Тейлора. И самое сложное, это их совместить вместе. И то, что мы хотим сделать, мы хотим на самом деле построить некую теорию, которая бы применялась бы и к классической параметрической статистике, и вот к непараметрической. А для этого нужно совместить, реально нужно совместить вот эти две зоны. Больших уклонений и зоны локальной. Да, можно просто, вы уже определили, да, что это x, потому что upper function, она тоже на самом деле зависит от x. Да. Upper function зависит от x. Я это сказал в какой-то момент, но они не сильно. То есть там более-менее x куда-то добавляется. горит. В общем, это довольно непринципальный момент, поскольку в этой зоне все довольно грубо. В зоне больших уклонений. x можно более-менее проигнорировать. Да, теперь, значит, последнее, что я хотел рассказать, до примеров, но полкласса. Значит, ладо, 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 дрэфик. Да, значит, что здесь происходит? Теперь, вот, я еще раз рисую эту картинку, она нам очень нужна. Значит, у нас есть точка пятница гвездой, у нас есть окрестность пятница ноль, и есть ее дополнение. Значит, вот, то, что мы выяснили, мы ищем супремум или от этого по всему пространству. Да? Значит, что мы знаем? Что вот за пределами этой окрестности у нас есть негативный снос, который нам не дает супремуму туда попасть. То есть, хоть этот процесс, он там себя ведет случайно, но у него негативный снос такой большой, что вот, что у нас очень маленькая вероятность. Теперь мы сидим, грубо говоря, на этой окрестности. Про дополнение мы можем забыть. Здесь мы хотим что-то более тонкое. И то, что здесь делается, то, что я уже один раз писал, вот эта вот идея брейкетинга, она состоит в следующем, что вместо того, чтобы аппроксимировать, то есть вот этот у от этого детерминированная функция. Вместо того, чтобы забивать сверху и снизу детерминированную функцию, мы сделаем сейчас квадратичную аппроксимацию дохосмическую. Теперь, что вот такая вещь, которую я уже один раз написал, именно т, т, т приблизу. Приблизительно равно, а я вам сейчас напишу просто тэла второго порядка. Т-ка минус... Ну, даже еще проще, чем тэла второго порядка. То есть я в первом члене возьму настоящий тэла, а во втором члене возьму второго порядка, только от мотожидания. Значит, минус, одна вторая, и тэла тэшу дэной, тэшу минус, тэшу дэной, квадратик. Вот так. Е, я напомню, значит, дэной, квадратик это тэшу, квадратик, 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 квадратик. То есть, эта формула откуда берется? Я беру вот это разложение, вот это. Вот это члене разложкаю под тэллору первого порядка, а это члене под тэллору второго порядка, поскольку первый член сокращается. Вот. Ну, и то, что делается на самом деле, вот этот вот весь процесс, я назову его вот таким двойным, тэшу, 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 тэшу. То есть, идея состоит в следующем, теперь, что мы на множестве тэка принадлежит тэка 0, мы рассматриваем не сам процесс L тэка, то есть, а мы из него считаем его квадратичную аппроксимацию. И то, что я теперь буду убивать, есть не вот этот процесс сам к себе, а вот эта разница. То есть, разница у меня для тем, как хорошо я могу аппроксимировать восходный процесс, минус вот такой его квадратичная, трекратичная аппроксимация. Да? Значит, это вот главная идея. Ну, значит, если мы такую штуку напишем, то она опять разбивается на две части. Вот сюда входит. Вот в эту разницу входит мат ожидания H. Минус ее один член, минус ее квадратичная аппроксимация длиной третки минус длиной под полу. Это один член, а второй член вот такой. А где-то это это стокастическая часть я напоминаю L это стокастическая часть плюс мы отожидали минус а здесь будет написано то, что там написано это минус ну, значит, тот, кто я, по-моему, это уже объяснял один раз ну, опять же как десятая часть экзамена вопрос на засыпку почему здесь можно вместо L написать Z вот, Алексей полэкзамена сдал мат-ожидание градиент в точке максимума градиент пропадает правильно? поэтому мат-ожидание пропадает и остается стокастическая часть значит, смотрите, что тут написано просто просто тут написано то есть, вот эту штуку можно переписать еще вот так Z от этого минус Z от этого седвизна минус вот такой да? видите, что это просто разглажение трейлора цокастическая часть правильно? вот, смотрите здесь получается третий член трейлора тут второй член остаточный член второго порядка трейлора а здесь остаточный член третий то есть, это все одни остаточные члены остались и они меньше по порядку чем главный член вот идея состоит в том чтобы сказать что вот на этой окрестности вот это 0 вот это мы умеем подавить да? значит, если мы с этим умеем справиться то у нас вот этот лидирующий член вот этот то есть, у нас получается в итоге теперь мы можем все это собрать вместе и получаем вот такую результат то есть, если мы рассмотрим supremo θ θ минус θ это то, чего мы хотим проанализировать да? по всему пространству θ теперь я пишу это приблизительно равно supremo по множеству θ 0 θ θ минус ну вот так теперь я напишу это θ вниз да? потому что потому что supremo supremo за нет я думал что мне пора кончать нет еще пару минут есть итак смотрите supremo по всему пространству можно заменить supremo по маленькой окрестности правильно? это то, что я рассказывал раньше по окрестности θ 0 теперь следующим шагом вот если вот эта разница маленькая то я могу написать что это приблизительно равно supremo θ м эй ст 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 правильно? на да или нет? правильно или нет все пространство правильно да значит я заменил все пространство на маленькой окрестной здесь заменил это а теперь я могу это квадратично и теперь могу опять написать на самом деле все пространство потому что я с этим вот или очень хорошо могу работать просто квадратичное выражение мы это уже один раз считали это равно си квадрат пополам и даже писали что такое x если мы эту цепочку повторим для мат ожидания с этим квадратичными формами тоже умеем работать я прошлый раз рассказывал как работа с квадратическими формами но принципиально вот это наверное самый главный шаг во всем этом исследуем то есть мы говорим на самом деле что все заменяется квадратичным выражением в квадратичном выражении его максимум есть квадратичный форм в частности можно писать вероятность того что си квадрат больше же ну на самом деле я замену сейчас пишу неправильное утверждение но пример это будет пример вот есть такое не разница е при определенных условиях значит и у нас получается вот такая вещь что на самом деле даже даже я плохо написал я прошу прощения больше вот правильно то есть это немножко грубая формула смысл это состоит следующее как си квадрат не вываливается за п и вот это п и есть мат ожидания си квадрат а мат ожидания си квадрата примерно мат ожидания супремуму если мы все вместе соберем то мы получаем то что называется теоремой концентрации фатулограмм вероятность того что супремум больше чем мат ожидания от супремум плюс цх ну это угрубленная формула на самом деле мои результаты более точные но я так специально специально разрубляю P это распространство она же интерактивная ну на самом деле P вот написано что такое но обычно она пропорциональна размеру хорошо значит это общая теория я рассказал вам только как это устроено и теперь я попробую чуть-чуть рассказать как это выглядит в случае когда можно пощупать все эти величины я расскажу один типичный модельный пример а двойки примерно используют? двойки? конечно же стоит да двойка я всегда пропускаю двойка это как скажу как это бывает там станка неопределённая двойка неопределённая двойки не прошла теперь я расскажу модельный пример ну то есть вот в этом месте я выпустил довольно много те кто этим занимается знают что тут это вот брекетинг идея она более такая продвинутая ну сейчас я уже чувствую мне время нет рассказывать я лучше расскажу вот этот пример который который позволит я надеюсь что-то почувствовать во всей этой истории а именно мы рассмотрим IAD module то есть то что рассматривает обычная классическая статистика итак что такое IAD module значит то что мы наблюдаем это вызовка возвращаемся к нашим так сказать бананам самым глазам мы берём выборку и вот начинаем с нашего параметрического предположения знаете что Y и P independent identically distributed вот тут P и P принадлежит параметрическому множеству P значит тут вы должны быть внимательнее вот эта буква P отличается от той буквы P такое упражнение на внимательность найдите два отличия да значит ну отличие на самом деле одно потому что тут одна палочка а там две да значит это обычно означает маргинальное распределение а P это совместное распределение вот он жирный итак значит согласно вот этому параметрическому предположению P равно P степени M ну да ну как всегда а а принадлежит вот этому вот этому вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот это наше параметрическое предположение как всегда любое параметрическое предположение неправильное но мы должны все таки что то сказать про ту модель которую мы рассматриваем ну значит я это уже обсуждал однажды я здесь для простоты буду рассматривать случай такой значит что Y и действительно а и и и и и и и по а и и и в этом смысле что P не обязательно принадлежит нашему параметрическому Они независимые, одинаково распределенные, но маргинальное распределение может быть не из этого семейства. То есть сделать, чтобы y и 3 были независимые, но разно распределенные, это только вопрос обозначения. Если вы можете представить регрессию с ошибками, ошибки могут быть однородные, а могут быть неоднородные. Если ошибки однородные, то тогда можно предположить вот это. А если ошибки неоднородные, то тогда распределение уж никак не будет. Значит, вот наша задача, и мы хотим применить нашу высокую науку к этой ситуации. Вот это я хотел проиллюстрировать, как это делается. Ну, значит, вот у нас есть P, θ, значит, P, θ, P, θ. Доминируется мерами 0, L, Y. Игрек. Это логарифм. Игрек. Игрек. Это пространство. Да? Это просто логарифм плотности. Так, теперь, чему нас учит высокая наука? Что надо написать логарифм плотности. Ну, ладно, не буду давать бонусы, напишу сам. Вот это логарифм плотности, который нам дается из нашего параметрического предположения. Есть возражение? То есть, наблюдение независимое – это лог плотности, то есть, лог о всей плотности – это сумма маргинальных лог плотности. Вот. А теперь мы знаем, что текст волной – это 1.0. Текст – это звездная истинная точка. Это то же самое от нас ожидание. Ну, интересно, что? Значит, если вот это верно, то, что тут написано, то на самом деле… Вот вам первое упражнение надо подумать. Тут можно написать маргинальный лог. Да? Это понятно? Поскольку все они одинаково распределённые, можно сумму не брать, а взять только первое упражнение. Всё. А теперь, что у нас происходит в этой задаче? Значит, то, что мы предполагаем дополнительно. лог. Значит, лог. Значит, P, D. Что вы видите? Значит, сейчас я объясню, что это такое. Это довольно просто. Значит, возьмём сначала вот такую вещь. D0 квадрат. Д0 квадрат. Мы это уже видели. Это… Матожидание… Это… Матожидание… Это… Печка… Печка… Вот. Ну, значит, первое упражнение надо вам подумать. Значит, вот такое, что D0 квадрат равно N раз D0 квадрат минус 0 поставить. Ну, то есть опять же, умножаем на N и заменяем на маргинальное распределение. Всё выражается через маргинальное распределение. Значит, вот эта штучка, которая тут написана, что это одно из… Одно из… Одно из… Одно из… Одно из определений информации фиши. Для тех, кто знает про регулярное семейство. Да? Значит, это вот D0 квадрат – это то, что я называю Total Fishing Information. Ну, если модель не правильная, то квадрат – да. Если модель не правильная, то это не информация. Теперь мы рассматриваем другую матрицу, которая нам нужна. V0 квадрат – это будет Variance от градиента. То есть я напоминаю, что вот у нас такой инградиент всё время фигурирует в определении. Вот этот градиент – это то, что определяет нашу случайность. То есть он входит в определение xc. Вот важная матрица – это V0 квадрат. Значит, градиент размера P – это вот эта вот штучка, это P на P матрица. P на P. Значит, я не написал, вы не спросили, я не написал. П это размеры с параллельнической просмотра. Значит, это P вектор. Вервис опять будет P на P. Ну, ещё я напишу вот такую формулу. Вот… Леша знает, как есть. Кроме него появления никто не знает. Потому что… Потому что матаж D равно нулю. Да. Значит, это тоже P на P матрица. И она равна N раз в матередине то есть N раз всё то же самое для одномерного маргинального распределения. Ну, а опять же, значит, известный факт состоит в следующем. И в Та для 0 квадрат равного 0. Если у нас модель правильная, то и то, и другое – это два разных объявления интенсационного матрица P. Вот. Ну, значит, мы говорим, что модель регуляр, что регуляр кейс – это когда V0 квадрат меньше или равно некой константы на D0 квадрат. Значит, зачем это нужно? V0 – это то, что называется variability, как модель нашей… или uncertainty, как модель наша флуктурирует. Вот этот вот стокастический член указывает на неопределённость модели, её стокастический уклад. Вот этот D0 – это наша информация. И то, что мы хотим, чтобы наша информация была того же порядка, что на вариабилите. А тут константная у нас единица работает. Как угодно. Либо больше нуля. Пофиксируем. Ну, порядка единиц. То есть надо мыслить… И это порядка единиц, и это порядка единиц, а констант – порядка единиц. Вот так. Ну, теперь мы можем попробовать понять, как устроен наш мир. Значит, когда все эти предположения выполнены, значит, мир устроен следующим образом в этой задаче. А ремонерность мы оговорили? Устроен ремонерность. Нет, не оговорили. Вот сейчас я попробую оговорить, чего мне нужно от параметрического семейства. То есть я… Я, в правильный случай, акробольную вещь, то есть вот эти экономические статистики, они уже пробовали это сделать, то они сразу пытаются меня на нефть. И говорят, а что вы требуете, какую гладкость от параметрического семейства? Я говорю, мне надо три производника. Непрерывно. Они говорят… У-у-у-у-у. Я говорил… А мы, говорит, умеем работать, когда она только Ликшицева. Я объясняю очень просто, прагматично. Статистика – это я. Это моё параметрическое семейство. Я не говорю, что она правильная. Я говорю, это то, которое я выбрал. Что я такой дебил, что я буду выбирать Ликшицева? Ну, бывают специальные, если… А так, вообще, если я выбираю, зачем же я буду плохое выбирать? Если я не заботюсь о том, чтобы оно было правильным, то я уж хотя бы выберу, чтобы оно было хорошее. Правильно, да? То есть я… Я говорю следующее. Что я лучше… Лучше пожертвовать верностями, то выбрать что-то, имеющее хороший геометрический свой. Мы выбираем это семейство. Если мы хотим обеспечить стабильность того, чтобы наш метод работал, очень важны геометрические свойства того семейства, которое мы выбираем. То есть еще тут возможности перемены местами мат-ожидания, и, значит, от этого надо было. Ого, вот это все оттуда. И когда три производные, все можно. Значит, я не буду сейчас… Я совсем быстро скажу, значит, что на самом деле требуется. Нам, на самом деле, требуются следующие две вещи. Значит, нам нужно, чтобы… Вот я напоминаю. Вот это вот. Мат-ожидание l-3-3-4-1-b минус-ё кундиаротичной аппроксимации 0-3-3-3-2-2-5 Вот это должно быть маленьким. Да? Теперь я знаю, что вот это вот все пишется это равно n раз. А тут стоит мат-ожидание у1 т.е. минус макардаем и у1 т.е. свежую еду это стоит минус 2 0 квадрат т.е. минус т.е. свежую еду правильно? это пропорционально n, это пропорционально n и это пропорционально n n я вынесу вот, а теперь то, что мне нужно, вот это должно быть маленьким, да? ну вот я теперь требую, чтобы вот это мат ожидания не весь лайк приходит мат ожидания должно быть третьего порядка звука значит мы получаем, что вот эта вот разница вот это то, что внутри вспомнил n, во-первых, ну я не знаю, константы не пишу что мне заводится вот это остаточный член, его можно забыть главный член, я объяснил, главный член квадратичный т.е. вот константы в этом члене никакой роли не играют вот главный член, а тут откуда констант набегает? он квадратичный, он нам дает квадратичный снос а это, так сказать, плюс-минус квадратичный снос, это не ровно т.е. здесь точные константы не нужны вот, дальше начинается следующее значит, теперь в этой задаче, вот при таких условиях то, что мы еще хотим да, значит, это вот то, что мы хотим мы хотим еще вот такую штуку исследовать это вот то, что от сокастического членов да, значит, как с этим работать ну давайте посмотрим так значит, это тоже по формуле перлора можно разлагать, но проще посчитать по промежуточному если мы возьмем вот здесь формула перлора промежуточную да, вот это можно написать, вот это вот как θ минус θ со звездой транспланированное умножить на градиент промежуточной точки правильно? да? то есть это просто теоремя промежуточной точки то есть вот эта штука равна ну, если эта штука липшицева, то это все тоже имеет порядок в общем, в принципе, это тоже имеет порядок нет, с порядком тут не очень аккуратно, значит, надо написать то есть принципиально принципиально вот этот член то, что мы хотим мы хотим вот такое неравенство что variance нет, сейчас, секундочку я прежде чем работать с этим членом я поработаю с предыдущим членом вот самим z давайте посмотрим сначала вот на этот член взять карту градиент сначала мы чуть-чуть отложим на время посмотрим вот на этот член чтобы понять, как себя ведет вот этот член это очень важно на самом деле вот что это такое вот это, на самом деле, это равно вот это да? ну, вот я напишу для простоты l' t t y t t вот что тут написано да? значит, что мы знаем ну, в частности, мы знаем, что вот этот v0 в квадрате есть variance от этого 0 равно n variance от одного вот и то, что это значит то, что наш центральный член обычно обычно значит, вот classical классика означает асимптотический что мы можем, глядя на это, получить? что если мы возьмем v0 минус 1 и умножим на это то, что у нас называется ну, вот назовем это xy древний позволим себе назвать это xy так вот эта вот штука по классическому и этому слабо сходится при обычных предположениях стандартных нормального распределения это центральный предмет то есть если мы возьмем сумму и нормируем ее правильно то есть эта сумма уже центрированная мы отождаем равно 0 если мы ее нормируем то мы стандарты можно распределить по синтетическому вот значит это это то, что в классической статистике значит то, что мы говорим модерн это если мы берем все асимптотические то мы это заменяем вот на такое неравенство я тут писал ну в этом неравенстве вот это больше то есть это означает что xy квадрат себя ведет как k square как xy квадрат а зачем вы писали вот эту формулу куда вот это сейчас сейчас дойдем я оплодил на время сейчас я то же самое покажу значит вот это на самом деле можно более аккуратно написать и показать что у xy квадрата такие же хвосты как у xy квадрата то есть вот это означает что xy квадрат слабо используется xy квадрат c а это то же самое ну так сказать не о симпатическом времени вот теперь вот по поводу вот этого члена значит то что нам нужно то есть то что там написано это это вот это вот выражение на самом деле то что меня интересует это вот это вот разница и это некоторый векторный процесс поскольку это вектор нет вектор то есть я написал то есть вот то что мне нужно на самом деле если раньше я убивал сам процесс то теперь я убиваю ошибку его линейной стокастической части аппроксимируется линейной вот эту линейную часть надо убить для этого надо посмотреть вот на это то что здесь написано по графику вот и и вот это убивается той теоремой которую я рассказывал для процессов значит вот мы хотим вот супрем вот этого ошибка аппроксимации она связывалась с таким супремом а я супрем написал а там же мы умножаем от этого я супрем написал все точки ну вектор и тут надо еще значит то что меня интересует поскольку там была это так самое значит я еще умножу в каком-то смысле навек под гамму ну гамма не связана то есть гамма не связана еще под гамму вознесет неожиданный да значит в принципе вот идея состоит в том что чтобы убить такую вещь это экостический процесс что надо убить в одной точке и считать их потенциальным моментом убиваем в одной точке как применяется эмпирический процесс то есть любую вещь довести до дополняющего абсурда какой-нибудь простой формы простого рецепта применяем в одной точке вот в такой хитрой форме но требуем зато большой момент в одной точке зато большой момент экспоренциально тут пишем вот гамма сконированная на блок з ну я напоминаю два аргумента означает разница ну и тут вот делим значит да ладно что тут значит ну первый член у нас будет V0 это значит с звездой это означает правильную номеровку нет V0 гамма это относится к номер электора гамма и еще нам нужно написать здесь как-то константы на клетке минус вот я нормирую поскольку длится под это и умножается на естественную норму в терминах вектора гамма если вектор гамма нормирован то это все нормально значит вот это то что мы требуем вот это должно быть ограничено тут еще лямбда а тут надо написать лямбда квадрата ну с каким-то множителем не ноль для простаты но это можно забыть времени значит не ноль это просто какая-то константа чтобы было я думал что если тут С написано я даже только напишу не С а как у меня в теореме тут омег констант называется омег для лапласа лапласа у меня отлично выполняется лябда не должна быть слишком большим для чего она не выполняется длилапласа выполняется и специальный момент это сколь специальный момент но для этого не выполняется Смотря какого класса, то есть если мы берём на конце полиминальное убывание, то не выполняется. То есть тяжёлые плашки, то не выполняется. Самый максимум – это эндоконциальный класс. Да, так вот, значит, это мы оставим пока. То, что тут написано, означает следующее, что если мы это правильно нормировали, и здесь вот эта разница предположит, что налипшится по θ. Мы поделили на θ минус θ с какой-то константой. Получилась вот эта вот случайная величина, правильно нормированная, ведёт себя хорошо. То тогда, если это выполнено, это влечёт, что супремум, вот опять по всему. А, ну, то же самое, что здесь. Вот там и тут. И тут я мог бы сделать экспонентом, а что-то, да, и его горит. Будет меньше не равно чем радиус. Р0. Ну, да, на этот раз, ещё надо поделить. Это будет от минуса головной, чем R0. А, нет, термор уже никакой не будет. Тут я гляну квадрат в целом. Плюс квадрат в целом. То есть за супремум мы заплатим ещё энтропию. А гамма? А гамма по модулю здесь должно быть, значит, на нашем своём. Нет, ну, тут надо всё-таки гамма, что-то записать. А наоборот? Который омик? Который, честно говоря. А глянда? Глянда нужна. Глянда нужна. Глянда нужна. Глянда нужна. Глянда нужна. Глянда нужна. Всё надо. Всё, что было, всё надо. Только... А в чём ты на утверждение? Нет. А, супремум. Вот смотрите. Теперь я ещё раз повторяю основную идею. Казалось бы, сложная выкладка. Так сложно было переписать. На самом деле, я переписал и добавил супремум. Вот как устроена теория эмпирических процессов. Сюда добавляете супремум, а сюда интерактив. Да? Просто как грамма. Только... Ну, дальше уже, если это условие выполнено, то уже дальше. Дальше... Дальше с ним... С ним... С ним... Можно... Из этого условия можно понять, какой порядок будет у... Какой порядок будет у этих самых... Эм... 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 У этого остаточного члена. Сейчас... Я не знаю, сколько у меня времени осталось. Нисколько не осталось. Ну... Внутри окрестностей. Это близко к этой звездой. То есть, тут... На самом деле, вот этот вот множитель и знаменатель. Он... Он говорит о том, что вот этот член... Он маленький. Внутри окрестностей. Его можно забыть. И тогда у нас остается только квадратичная аппроксимация. И вот в этой квадратичной аппроксимации все... Все замечательно. И главный результат достигнет. Но... Тут есть еще нюансы, которые я... Уже сказал. Папахат говорить не хочу. В частности, есть такой нюанс, который называется критическое размеры с нашим линзатором. Да? Наконечко, наверное, что... Болюве... Болюве... Вот это. Омега. Просто константы. Какая-то константа, которая в это условие входит. То есть, константы... Ну, то, что... Здесь константы липшатся в определении. То же самое. Вот то, что здесь... На самую правую... Это слабое сходение. А, это слабое сходение. Си... Нет, это я рассказал... Это не используется вообще, это так для аналогии. То есть, классическая теорема... Теорема Виллца говорит, что Лайкли Хукс поднится сюда. То есть, это я коротко расскажу в следующий раз. Про теорему Виллца, про теорему Киши. Где это используют? Хорошо. Какой здесь сегодня, вопрос. Какой здесь, вопрос. Такой, вопрос. Какой здесь, вопрос. У меня нет. У меня нет. Я не куда там... А, крайне, чая, куда? Да. Да, все закручивается. Ну, вот конкретно это результат из моей статьи. Ну, а это, конечно, на тему. Вариации на сетях. Походим на результате. Я не знаю, что здесь есть. Здесь такой гаусс. Вот только этот. Вот, знаете, этот гаусс. То есть это доказывает... Нет, это мы поточены не рады. Вот этот гаусс. Я не понимаю. А потом... Да, да, да. Ровно это. Есть книжка Ван дер Ван дер Ван дер Ван дер Ван, а фронтический процесс. Нет, наверное, это... Это вот ченнинг, это называется ченнинг в пространстве фронта. А, да, да. И вот у меня такой вопрос. Включение моих последних. Вы видели книжку «Килограмма» последнего? А, да. Я не знаю. Вы видел книжку и даже пробовал читать. Но, читать невозможно. Записываться в этой книге? Нет, там как раз в том, что... У него очень удобно находится для гаусс процессов еще ниже. То есть, первое говоря, с точностью до константа... Один и тот же слагаемый... Ну, если у нас на крэм... ...вот даже... ...как крэм... ...вот такого... ...процесса, то... ...с точностью до константы, как бы, одно и то же... ...но и то же... Ну, в моей... ...вот... Я просто... Я просто... Я умею доказать следующее. Про крэмом... ...процесса... Вот они сейчас... ...вот эти... ...натланта нахай... ...про... ...с годы... ...процессовая... ...непрçuая... ...примерная волна... ...прошу ли отства... ...собая. ...да... ...какая же... ...какая же... ...а... ...можно... ...это... ...влавный следопракционировать... ...процессу... ...какого есть... ...по гранде... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Моя-ка Добав в Диман Дит乾Torzok ДimaTorzok Дмитрий скажем? Да. На вахте скажем. Значит, так спокойно мы на вахте скажем. Ну, мы вывесим, мы им сообщим ближе. Я пусть готовится к четверку, от часа до пяти, а мы им сообщим каждому, чтобы они приходили в музыкальный. А по поводу задачи, значит? Задачи я завтра буду. Вам они решают сегодня, значит, все свои. Ну, если я знаю, в 18.6 по каждому по 3. Да, все понял. Хорошо, спасибо. Делок не 6, а 7. Потому что его, наверное, страшно. У меня тоже, как бы, 6. Нет, сказали, мы вас посчитали. Ну, тут один только был, мальчик с бородой или как вы подсказали? Мальчик с бородой. Подходили бы от этого описания? Да. Может, и мальчик с бородой. А подождите, вот вы, я прошу. Так, значит, ладно, ну, видение тут бла-бла-бла, то есть, я так понимаю, вы будем читать. Ну, значит, я, я бы, как сказать, в такой момент прошелся, хотелось бы. Окей, значит, тогда... Но, в принципе, сейчас... Вот прямо сейчас интересует, на самом деле, значит, вот тут начинаются... Значит, смотрите, там основная сложность, если так можно выразиться, она заключается в следующем. Вот есть эти условия. Да. Значит, есть некоторые сложные условия на коррекционную функцию, такие вот такие вот. Конечно, в следующей работе надо будет аккуратно доказать еще утверждение, что если, например, ковариационная функция экспоненциальная, ну, там экспонент от минус суммы квадратов, вот это квадрат, там, бла-бла-бла. И, например, если дизайн расположен в узлах решетки, расстояние между которой не меньше, чем что-то, тогда все эти условия выполняются. Такого утверждения сейчас, конечно, не доказано. Потому что оно... Ну, оно понятно, что оно работает, но... Чтобы доказать, нужно было время, тупо. Значит, оно техническое. То есть, что есть? Есть просто какие-то вот наборы условий на ковариационную функцию. И, соответственно, с этими условиями, ну, выписано, не очень аккуратно на самом деле, но это более-менее правильно, что эти условия стерея выполняются. Но проблема в том, что, условно говоря, нету в точности выписанных констант. Ну, вот, у вас там была константа, например, омега от R. Ну, я не знаю точно. Нет. Ну, в идеале бы понятное дело, что бы не бывали. Нет. Понимаете, в чем дело? Наоборот, они растут. Омега от R. Омега от R. Омега от R. Значит, она от размера выборки растет? Нет. Потому что это от расстояния. Нет. Понятно. Нас интересует как раз от размера выборки скорее. Вот это, естественно, не выписано. А это, на самом деле, очень хотелось бы, потому что, грубо говоря, значит, читателю совсем было бы понятно, что здесь это уже точно не получится. Поэтому, что сейчас я, так сказать, вас попросил бы прямо сейчас сделать это, так сказать, просмотреть просто раздел, связанный с истерией, так сказать. Вот давайте вы формулировку теорию можно, чтобы вы прямо прочитали ее, понимаете? Да. А это первая теорема? Да. Да. Это брекетинг? Нет, это только одна. Одна теорема? У меня есть и бреккинг, и теорема. Нет, бреккинг, бреккинг какового здесь нет. Сильно. Да. Ну, мы не хотели распить, идет по десяти теорему, понимаете? Это… Нет, нет, нет. Я, 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 я это самое. То есть, это все вместе. Ну, уже несколько основных. Ну, несколько основных. Дальше не дойдет, пройдет, но он не устанет. Да, но с другой стороны, то утверждение, вот это утверждение, без того, что мы напишем… А, вот это вот, да, вот это надо померить. Не надо на то, что это делать. Тут просто так. Нет, вообще ничего не надо. Ну, да, там, если… В новой версии поправлено. Транщики не надо. Это была ошибка, знаете? А еще вопрос. Тут, вот это условие, оно… Главное. Правильно. Или можно сказать, какой плюс x. Ну, я это не могу. Правильно. Хорошо. Вот именно так. Для фиксированной констанции c, c, это уже… Но, c… Да, c, да. А, нет, c, да. Все, c есть. И она должна быть больше чего-то, да. Вот, дальше теперь… Значит, вот эту убрать, это правильно, это правильно. И… Тогда, скажем, константу там просто и будет. Нет, это правильно. Вот именно константу. Еще тут, в оригинале, в теореме тут была еще одна. Не нравится ли дальше? Это раз. Ну, мы решили, мы… Стоит… Ну, в теореме в конце входят эти константки. Стоит ли дельта? Дельта… Стоит так, которая ограничивает… Нет, право в этом дельта так. Ну, вот сейчас… Ну, она в константки входит, а все нормально, так проверяло, все нормально. Значит, эти вот все… Малые… Малые… Малые члены… А, что они… А, ну… Вот этот маленький член, что… Там, значит, есть такая вещь… Если… Если… Это с гаутцевской вероятностью, А это можно легко оценить, То есть это следует всем можно… Есть условия регулярно…